здравствуйте сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопросы о чем говорится и будем выбирать правильный ответ и на второй вопрос что же можно узнать и будем выбирать правильный ответ и на этот вопрос а в лекции чтения мы будем тренироваться ставить предложение в правильном порядке так чтобы получился полноценный текст также мы будем искать ответ на вопрос о чем говорится в тексте 다음을 듣고 물음에 답하십시오 여러분 이쪽으로 오세요 지금 보시는 이것은 옛날 신발인데요 옛날 사람들은 비가 올 때 이 신발을 신었습니다 신발의 앞과 뒤가 바닥보다 높아서 비가 올 때도 발이 물에 젖지 않고요 또 가벼운 나무로 만들었기 때문에 신었을 때 불편하지 않습니다 남자 신발과 여자 신발은 모양이 좀 다른데요 여자 신발은 꽃 그림을 그려서 예쁘게 만들었습니다 다 보셨으면 옆으로 가실까요? давайте вместе переведем для начала на русский язык 여러분, дамы и господа 이쪽으로 오세요 идите сюда, пожалуйста 지금 보시는 이것은 сейчас вы смотрите 옛날 신발인데요 на старинную обувь 옛날 사람들은 раньше люди 비가 올 때 когда шел дождь и 신발을 신었습니다 одевали эту обувь 신발의 앞과 뒤가 передняя и задняя часть обуви 바닥보다 높아서 так как выше уровня пола 비가 올 때 도 когда идет дождь пар이 불이 좋지 않고요 ноги не промокают 또 가벼운 나무로 만들었기 때문에 так же, так как обувь сделана из легкого дерева поэтому 신었을 때 불편하지 않습니다 она не неудобная приноски 남자 신발과 여자 신발은 모양이 좀 다른데요 форма мужской обуви и женской немного отличается 여자 신발은 꽃 그림을 그려서 예쁘게 만들었습니다 женскую обувь делали красивее рисовав на ней цветы 다 부셔 Симеон если вы все посмотрели йо Пуру Халька요 пойдемте сюда итак, давайте сначала посмотрим на лексику как вы помните в тексте было обращение йоробун йоробун означает дамы и господа так же можно перевести как уважаемые посетители или уважаемые гости слово йенналь означает давно, раньше либо может переводиться как старинный теперь давайте ответим на задание у нас вопрос к тексту о чем говорится в тексте и даны четыре примера номер один инца приветствие номер два сольмён объяснение номер три чумун заказ и номер четыре путак просьба чтобы правильно выбрать о чем говорится в тексте давайте сначала определим ключевые слова это будут йенналь симбаль старинная обувь пига ольте синосы мнида одевали когда шел дождь апква твика падакпуда доппасо передняя и задняя часть обуви выше уровня пола пари тетянкуя ноги не промогают кабеон намуру мандурокки так как сделано из легкого дерева пульпенаде анцимнида поэтому она не неудобная йо джа симбаль коткарим на женской обуви цветы итак о чем же говорится в тексте это объяснение о обуви о старинной обуви чонгдап и это и есть наш правильный ответ номер два сольмён в этом задании нужно выбрать правильный ответ выбрав из предложения то, которое совпадает по смыслу с текстом давайте переведем четыре варианта на русский язык номер один на мужской обуви есть рисунок как вы помните рисунок был на женской обуви номер два обувь одевают когда идут в воду но как вы помните эту обувь одевают тогда когда идет дождь номер три эта обувь сделана из дерева поэтому она неудобная но как вы помните она сделана из легкого дерева и поэтому она удобная Номер четыре. 이 신발은 앞과 뒤를 높게 만들었습니다. Это обувь спереди и сзади высокая. Так оно и есть. Это обувь спереди и сзади высокая. Чтобы когда шел дождь, то ноги не были мокрыми. 정답. Правильный ответ номер четыре. 이 신발은 앞과 뒤를 높게 만들었습니다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 요즘 퇴근 후에 뭐해요? 매일 일찍 나가는 것 같아요. 아, 집 근처 가구 만드는 곳에 가서 책상을 만들고 있어요. 책상요? 책상을 사지 않고 만들어요? 네. 좀 큰 책상을 갖고 싶어서 시작했는데 아주 재미있어요. 그래서 다음에는 식탁도 만들어 보려고요. 그런 걸 할 줄 알아요? 나는 작은 상자도 못 만드는데. 가구 만드는 곳에 가면 다 가르쳐줘요. 하고 싶으면 같이 가요. Давайте переведём на русский язык этот диалог. 요즘 퇴근 후에 뭐해요? Что вы в последнее время делаете после работы? 매일, каждый день 일찍 나가는 것 같아요. По-моему, вы уходите рано. 아, 집 근처 가구 만드는 곳에. 아, возле дома есть место, где делают мебель. 가서, я туда хочу и 책상을 만들고 있어요. и делаю стол для занятий. 책상이요? Стол? 책상을 사지 않고 만들어요? Стол не покупаете, а делаете? 네, да. 좀 큰 책상을 갖고 싶어서. Я хотела немного большой стол для занятий. И 시작했는데, начала делать. 아주 재밌어요. И мне очень интересно. 그래서, поэтому, 다음에는, в следующий раз, 식탁도 만들어 보려고요. Собираюсь сделать кухонный стол. 그런 걸 할 줄 알아요? Вы знаете, как это делать? 나는 작은 상자도 못 만드는데. Я даже не могу сделать маленькую коробку. 가구 만드는 곳에 가면, если пойти там, где делают мебель, 다 가르쳐줘요. То обучают. Получается, там, где делают мебель, этому обучают. 하고 싶으면 같이 가요. Если хотите, можем пойти вместе. Давайте посмотрим на лексику. Туэгэн. Туэгэн – это время, когда уходит человек с работы. Можно перевести как после работы, либо время окончания работы. Чульгэн. Чульгэн – это время, когда человек идет на работу. Поэтому переводится как время прихода на работу, либо начало работы. Чэксан. Чэксан можно перевести как парта, либо стол для занятий, либо просто как стол. Сиктак. Сиктак – это тоже стол, но это кухонный стол, то есть это стол для еды. Итак, в задании нужно ответить на вопрос, о чем говорят эти двое собеседников в диалоге. Давайте выделим для этого ключевые слова. Ключевые слова такие. Туэгэн фу – после работы. То есть, что вы делаете после работы. На что женщина отвечает. КАГУ МАНДЫНЫН ГОСЕ КАСО. Я иду туда, где делают мебель. Чэксан-эл МАНДЫЛ ГУССАЙО. И делаю там стол для занятий. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. КАГУ РЭЛ САНЫН КОТ – место, где можно купить мебель. Номер два. ФЕСАЭ ТВЭГН СИГАН – время ухода с работы. Номер три. ТВЭГУ НФУЭЙ ХАНЫН ИЛ – занятия после работы. Номер четыре. КАГУ РЭЛ КУ РЫНЫМ ПАМБОП – метод выбора мебели. Итак, в этом диалоге собеседники говорили о том, что женщина делает после работы. ЧОНГДАП. Поэтому правильный ответ номер три. ТВЭГУ НФУЭЙ ХАНЫН ИЛ – Теперь давайте из четырех вариантов ответа найдем верные, которые по смыслу подходят с текстом. Номер один. Ёжан-эл ЧИБЕЗО ЧЕКСАНГУ ИСЫМНИДА. Женщина делает стол для занятий дома. Номер два. НАМЧАНЫН ЧЕКСАН МАНДЫН ПАМБОБЫЛ АЛЬГУ ИСЫМНИДА. МУЩИНА ЗНАЕТ, КАК ДЕЛАТЬ СТОЛ для занятий. Номер три. Ёжан-эл ЧИБЕЗО ЧЕКСАНГУ ИСЫМНИДА. Ёжан-эл ЧИБЕЗО ЧЕКСАНГУ ИСЫМНИДА. Женщина после работы ходит в место, где делают мебель. Номер четыре. Номер два. Номер два. Номер три. МУЩИНА СОБИРАЕТСЯ СДЕЛАТЬ КУХОННЫЙ СТОЛ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ. Итак, по ключевым словам мы помним, что женщина делает стол не дома, а там, где делают мебель. Затем мужчина говорил, что он не знает делать даже как коробку. И также мужчина не собирается делать кухонный стол для женщины, а женщина предложила мужчине вместе пойти, если ему интересно, как сделать мебель. Чонгдап. Получается правильный ответ номер три. 여자는 퇴근 후에 가고 만드는 곳에 갑니다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 안녕하세요. 여기 행복마트인데요. 지난주에 주문한 그릇 때문에 전화 드렸습니다. 네, 연락하려고 했는데 주문한 그릇이 왜 이렇게 안 와요? 원하시는 색깔이 가게에 없어서 공장에 주문을 했는데요. 생각보다 늦어져서요. 죄송합니다. 그래요? 그럼 언제쯤 받을 수 있어요? 내일 보낼 거니까 모레쯤은 도착할 겁니다. 네, 알겠습니다. давайте переведем на русский язык. 안녕하세요. здравствуйте. 여기 행복마트인데요. это супермаркет счастье. 지난주에 주문한 그릇 때문에 전화 드렸는데요. 네, я вам позвонил по поводу тарелок, которые вы заказали на прошлой неделе. 네, 연락하려고 했는데. да, я собиралась вам позвонить. 주문한 그릇이. заказанные тарелки 왜 이렇게 안 와요? почему все так еще не пришли? то есть, да, я собиралась вам позвонить. почему заказанные тарелки так все еще не приходят? 원하시는 색깔이, тот цвет, который вы хотели, 가게에 없어서, не было в магазине, 공장에 주문을 했는데요. и мы заказали на заводе. 생각보다 늦어졌어요. но опаздываем по сравнению с тем, что думали. 죄송합니다. извините. 그래요? да? 그럼 언제 짐 받을 수 있어요? тогда когда примерно можно получить? 내일 보낼 거니까? так как мы завтра вышли, море 짐 도착할 겁니다. поэтому примерно получите послезавтра. 네, 알겠습니다. да, хорошо. итак, в этом диалоге прозвучало слово такое 짐, переводится как около, примерно. теперь давайте ответим на задание. итак, для чего мужчина позвонил женщине? чтобы ответить на этот вопрос, давайте выделим ключевые слова. итак, то есть, человек, мужчина позвонил на прошлой неделе из-за заказанных тарелок. и женщина спрашивает, почему тарелки все еще не пришли? они не пришли, потому что не было цвета, который хотела женщина. мы заказали на заводе. и теперь, когда их можно получить? так как завтра отправим, море 짐 мен 도착할 겁니다. получите примерно послезавтра. итак, почему мужчина позвонил женщине? давайте посмотрим на четыре варианта ответов. номер один, номер два, номер три, номер три, потому что еще не выслал тарелки. В этом задании нужно выбрать предложение, которое подходит по смыслу с текстом. Давайте посмотрим на предложенные варианты. Номер один. Ёжяны намчаэгэ кэрэсэль понесымнита. Женщина выслала тарелки мужчине. Номер два. Ёжяны чинанчуэ кэрэсэль чумунхесымнита. Женщина заказала тарелки на прошлой неделе. Номер три. Ёжянын каээ кэээ каэсэл женщина пойдёт в магазин кэрэсэль сайкомнита и купит тарелки. Номер четыре. Ёжянын женщина дэээль кэрэсэль падэльсэль сайкомнита. Завтра может получить тарелки. Итак, мы помним, что женщина может их получить не завтра, а послезавтра. В магазин ей идти не нужно. И женщина не высылала тарелки мужчине. Но она заказала тарелки на прошлой неделе. Чонгдап. Правильный ответ номер два. Ёжянын чинанчуэ кэрэсэль чумунхесымнита. В этом задании нам дано четыре предложения, и их нужно поставить в правильном порядке, чтобы получился полноценный текст. Давайте вместе попробуем это сделать. Сначала давайте переведём на русский язык. Но в аэропорту я потерял или потеряла кошелёк. На. Чинанчуээчингу делква гасэрээхи. На прошлой неделе мы с друзями поехали в путешествие. Да. Какая удача, что опять я нашёл или нашла кошелёк. В тот момент работник или работница информационной стойки сделала объявление и Итак, нам нужно четыре предложения составить в том порядке, чтобы получился полноценный текст. Для этого нужно найти первое предложение. В первом предложении обычно скрывается смысл всего текста, либо первое предложение как бы нас готовит к тому, что будет в тексте. Из четырёх предложений, если вы обратили внимание, такое предложение было на. На прошлой неделе мы с друзьями поехали в путешествие. То есть это предложение как бы готовит читателя к тому, что же будет в этом тексте. Итак, первое предложение будет на . Теперь нам нужно найти предложение, которое бы было продолжением первого предложения. И у нас есть такое предложение под буквой . Но в аэропорту потерял кошелёк. Затем, что же случилось после того, как потерял кошелёк. У нас как раз есть такое предложение, которое объясняет, что же случилось. Как раз в тот момент работница стойки сделала объявление. это предложение . И остаётся последнее предложение . Какая удача, что опять нашёл кошелёк . Получается порядок предложений . Из четырёх вариантов ответа у нас как раз есть такой порядок. Это номер два. Давайте переведём на русский язык . Поэтому, поэтому , хоть немного дорого, то инки 많습니다. Но пользуются спросом . На . Ёжи маты, сейчас в супермаркете, 특별한 сеге томатодери 많습니다. Много помидоров особенного цвета. И так, чтобы найти первое предложение, нужно посмотреть, какое из этих предложений содержит в себе либо смысл текста, либо нас знакомит с тем, что будет в тексте. У нас есть такое предложение . На . Сейчас в супермаркете много помидоров особенного цвета. Это и будет нашим первым предложением . Ёжи маты, тык перан, сеге томатодери, манси мне . Затем нам нужно найти предложение, которое бы продолжало первое предложение. Как раз есть такое предложение . Среди них особенно пользуются спросом желтые помидоры. Почему же желтые помидоры пользуются спросом? На этот вопрос нам отвечает предложение . Желтые помидоры, потому что они более сладкие. И остается заключительное предложение . Поэтому, хоть они немного и дорогие, пользуются спросом. У нас получается порядок . Из четырех вариантов правильный ответ номер два. Давайте переведём на русский язык. Ури омони와 апутины 모두 일을 하셔서, так как моя мама и папа оба работают , тебе 혼자 ины нари много сомнида. Я часто находился или находилась дома одна либо один. Хонза 있으면, когда я один или одна, 보통 게임을 하면서 시간을 보내습니다. Я обычно проводил или проводила время за играми. 그런데, но, 어머니가 강아지를 싸우시면서 С того момента, как мама купила собаку, 제 생활이 달라졌습니다. Играться вместе с собакой, 산책도 하면서, и также гуляя, 시간을 보내셨습니다. Стал проводить время. Получается, я стал или стала проводить время вместе с собакой, играя с ней и прогуливая. У меня по сравнению с играми появился друг, что намного лучше. Итак, в этом задании нам дано предложение, которое нужно поставить вместо ㄱ, ㄴ, ㄷ или ㄹ. Давайте посмотрим и переведем это предложение на русский язык. 한 번 컴퓨터 пьян зимеон. Если я сяду возле компьютера, 밥도 안 먹고, я не ем. Геймер хальтеду и сосым니다. А просто играю. Получается, если я сяду возле компьютера, то часто я играю и не ем. Давайте теперь посмотрим, куда можно поставить это предложение. У нас в тексте есть предложение. Когда я один, я обычно провожу время за играми. И дальше идет, что мама купила собаку. Как раз между двумя этими предложениями по смыслу нам подходит предложение о том, что человек, если садится возле компьютера, часто забывает поесть, а просто играет. И это как раз есть у нас вместо ㄴ. Получается, что Когда я один обычно проводил время за играми. А потом Если я один раз сяду или просто сяду возле компьютера, то часто я играю и не ем. Получается, правильный ответ номер два. В этом задании нам нужно выбрать правильный вариант, который подходит по смыслу с текстом. Давайте для этого найдем ключевые слова. Итак, Теперь после того, как мы нашли ключевые слова, давайте выберем правильный ответ. Для этого давайте переведем четыре варианта ответов на русский язык. Номер один. Номер два. Я в последнее время хожу на прогулке с мамой. Номер три. Уре 어머нины 집에 계실 때가 많습니다. Моя мама часто находится дома. Номер четыре. 저는 강아지와 보내는 시간이 즐겁습니다. Мне нравится проводить время с собакой. 정답. Правильный ответ номер четыре. 저는 강아지와 보내는 시간이 즐겁습니다. Сегодня на лекции аудирования мы с вами научились находить ответы на вопросы. В этот раз мы отвечали на несколько различных вопросов. А именно, о чем речь в диалоге или в тексте. Сегодня на лекции чтения мы с вами попрактиковались в составлении текста из данных предложений. В дополнении текста предложениям и также ответили на вопрос, о чем говорится в тексте. Чтобы поставить предложение в правильном порядке, для начала нужно определить первое предложение, в котором содержится смысл всего текста. Если первое предложение определено правильно, то остальные предложения поставить в порядке будет уже несложно. Для того, чтобы выбрать правильный ответ на вопрос, о чем говорится в тексте, нужно обратить внимание на ключевые слова. Спасибо и всего хорошего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!